Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Ну что, в Москве уже нашли Рязанский Сахарок, да? Значит, смотрите, метро Свиблова, район Свиблова, не метро Свиблова, а там электротехническая мастерская метрополитена Свиблова. Это буквально в 100 метрах, 200 метрах, может, от жилых домов, больших 16-этажных, может, 20-этажных. Я специально посмотрел, что там находится. Найдено огромное количество той самой селитры. Да, Бавовна селитровна, ничего не напоминает. Вот-вот. Значит, на чердаке, который, как утверждают работники метрополитена, одно из зданий этого метрополитена, наружное здание, то есть он не где-то под землей, а то, что наружи, на чердаке находилось огромное количество мешков с селитрой, которой, как утверждают работники метрополитена, туда никто не заглядывал с 90-го года. Ага, охотно верю. Охотно верю, что никто не заглядывал. Ну, вот, сейчас ребята там какие-то переделали кровлю, фирма какая-то переделывала, вскрыли кровлю и увидели. Ну, знаете, вот не верю. Это тот случай, который я не верю. В любом здании, в любом... Есть ответственный, да, тем паче сейчас по противопожарной безопасности, у них там дроны каждый день падают на Москве. Я уверен, что... Да и раньше, в принципе, при приеме-передаче любой должности завхоза. Если это с 90-го года 30 лет прошло, вы что, смеетесь? Вы хотите сказать, что... Там, 33 года, да, прошло? Вы хотите сказать, что никто не проверял, и... Да там уже, наверное, 10 завхозов сменилось. В этих мастерских и конкретно в этом здании, и ответственные по пожаротушению. Ну да, один не зашел, другой... Все заходили, все видели, что там лежат мешки. Или они там не лежали на тот момент. Они сейчас там... Только сейчас там появились. Ну, короче, шухер не шуточный. Тут какая ситуация? Туда понаехала... У них же милиция или полиция? У них, по-моему, полиция уже, да? Это в Беларуси туда милиция. Тут уже поехало их все полицейское начальство. Генералье там уже поехало путинское, значит, в это Свиблова разбираться. А как же это Рязанский Сахарок? Ведь только Путия имеет право взрывать дома. Это же в Печатниках. Помните, Путин взорвал дома в Волгодонске он взорвал. Где он еще там взрывал у вас? Рязань, естественно, да. Откуда же Сахарок пошел? Да, так вот. Смотрите, я не верю, что вот с 90-х годов там, мол, лежал Рязанский Сахарок, его никто не видел. Этого просто не может быть по тысяче и одной причине. Потому что могли производить любые работы, ремонты, какие-то электрики лазили, когда-то там что-то электрика горела, или там, я не знаю, разводка воды. И что, никто туда не лазил ни разу за 30 лет? Да, это бред сумасшедшего. Конечно, лазил. И, конечно, видел, что там что-то лежало. Или же там ничего не лежало. А то же самое ФСБ по приказу Путина готовило Москву к Рязанскому Сахарку. И вот это кажется наиболее вероятной версией. То есть Путину сейчас нужны, возможно, для чего-то нужны сакральные жертвы. Может, для объявления мобилизации. Ему нужна мобилизация с тем, чтобы мобилизировать людей, в том числе из Москвы. Потому что у них в Москве на сегодняшний день проживает, наверное, четвертая часть населения так называемой России. И без мобилизации на Москве, соответственно, все пойдет прахом. В ТВ уже брать некого. Все, там всех перебили. И в Якутии тоже. Значит, надо мобилизировать Москву. Но надо какое-то это подать, да, таким образом, чтобы вот... Чтобы вот хохлы занесли, значит, взорвали что-то там. А там вокруг дома жилые. Там и офисы, куча офисов вокруг. И куча жилых домов. Я специально, я же говорю, не поленился, а посмотрел. То есть, если там действительно вот огромное количество селитры, то, соответственно, взрыв может быть как в Бейруте. Вот можете посмотреть. Или как вот сейчас был в Махачкале, например, да. Вот такой же взрыв мог быть в Москве. То есть, я допускаю следующий вариант, что Путину нужны сакральные жертвы. Для этого прекрасно пойдут жители микрорайона вот этого Свиблова. Это далеко от центра. Какие-то там боссы, какие-то там путирасты, ну, я имею в виду, топ-путирасты там не живут. Там живут обычные, да, обычные там люди, которых не жалко, которых нужно как раз вот могилизировать, отправить на фронт. Вот по приказу Путина туда, так же, как вот в Рязани, там, где Путин еще взрывал дома, я же говорю, мы так можем сейчас вспомнить. Снесли рязанский сахарок и готовили его, скорее всего, к взрыву. Но, как говорится, снесли-снесли, но еще, видимо, не приняли окончательное решение. Вот, и, собственно говоря, случайный ремонт кровли оставил Путина без кучи сакральных жертв. А так бы, если бы долбануло, ну, представьте себе, чтоб там было. Вот и все. Так что, москвичи, Путин решил вас, судя по всему, немножечко пустить вам кровь. Ну, это выглядит таким образом. Поэтому проверяйте свои подвалы, проверяйте свои чердаки, потому что путинский рязанский сахарок, судя по всему, опять себе ищет сакральную жертву в вашем городе. Ну, может быть, где-то рядом с Москвой, в Подмосковье. Все может быть. И, скорее всего, так и есть. Спасибо.